Они ждали этого события несколько лет. Например, Надежда и Антон Белоусовы, у которых подрастает дочь Вероника, подали необходимые документы на получение сертификата в 2011 году. Ждали пять лет. Как родилась дочка, так сразу подали документы. И это очень волнительно для нас и неожиданно, потому что мы, можно сказать, уже и не рассчитывали, потому что мужу скоро исполняется 35 лет, а это означает, что мы выходим из программы. Первые сертификаты в рамках федеральной программы «Жилище» и местной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на территории нашего округа начали выдавать в 2007 году. Тогда инициативу включиться в программу проявила общественная молодежная организация ВСМПО, которую в ту пору возглавлял нынешний глава администрации округа Константин Ильичев. В год, когда Верхняя Салда попала в список городов, включенных в программу, салдинским молодым семьям вручили более 40 сертификатов. Затем на несколько лет наступило затишье. И с 2013 года власти оживили салдинское участие в этом проекте. Денежную сумму, которая выдается в виде сертификата, составляют средства федерального, областного и местного бюджетов. На 2016 год Дума Верхнесалдинского городского округа выделила на данную компанию порядка 5 миллионов рублей, что сделало возможным выдать сертификаты 14 супружеским парам. Все обладатели важных документов уже спланировали, куда они вложат данные суммы. На покупку жилья и реализацию сертификатов у молодых семей есть 7 месяцев. Планируем покупку квартиры. Поможет вам существенность? Конечно, очень существенно. Сами бы, скорее всего, не справились бы. Власти Верхнесалдинского городского округа надеются, что условия софинансирования формирования сумм на субсидии сохранятся и в будущем. И пообещали не снижать объем финансирования местной составляющей. Продолжение следует...